Пусть не в форме, но на службе. Государственной. Взять премьера или главу администрации. Их служба мало чем отличается от воинской. Или Наталья Качанова. Чем не генерал, хоть и в юбке. И если уж считать это шуткой, то точно с долей истины. Нет, погоны не начнут раздавать всем чиновникам. Но ответственности точно прибавят. Президент, говоря о госслужбе, явно делает акцент на второй части слова. В последнее время очень часто говорим о совершенствовании государственного управления. Вот как раз эти люди, которые будут заняты на государственной службе, и будут осуществлять это государственное управление. Так? За прошедшее более чем четверть века, с момента обретения независимости, нам удалось выстроить стройную вертикаль власти. Сформирован компактный государственный аппарат, обеспечена необходимая исполнительская дисциплина. Ну, не без косяков, конечно. Мы это увидели в прошлом году. В результате, даже в самых непростых ситуациях, система госуправления функционирует четко и слаженно. Лучшим тому подтверждением вливается консолидация госслужащих и их работа в условиях прошлого года. Опять же, обращаемся к тому опыту. Это была все-таки лакмусовая бумажка. Это ведь даже оппозиция признает. Раскола элит и госаппарата не произошло. Так будут ли изменения? Да. Станут ли они кардинальными? Нет. Президент уверен, система эффективна. Но кадры должны быть надежнее. Госслужба не терпит случайных людей. Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры, тогда система будет работать. Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность служить стране и белорусскому народу. Поэтому особое значение приобретает морально-этический облик государственного служащего. Его поведение как на работе, так и в быту. Нововведением может стать перечень требований служебной этики. Кого-то, возможно, покоробит, но есть ведь понятие корпоративной этики. Почему, работая в частной компании, обязуешься соблюдать ее правила и нормы, а в госаппарате нет? И ведь даже не важно, сколько госслужащих в стране, так или иначе с ними все сталкиваются. От сельсовета до администрации президента повсюду они. Но Александр Лукашенко настаивает, надо быть заметнее. Нам надо в законе четко предусмотреть, чтобы каждый государственный служащий в обществе, вот просто в обыденной жизни выделялся чем-то. Ну, допустим, значок государственного флага. Ну, у нас некоторые депутаты, по моим наблюдениям, я же непристально за этим наблюдаю, не носят депутатские значки. Я не зря это говорю, потому что я с этим столкнулся в те времена после распада Советского Союза, когда с депутатским значком, который я никогда не снимал, было как-то не с руки быть в обществе, еще и потому, что тебя могли позвать и незаслуженно упрекнуть, обругать там и так далее. Народ должен видеть, что это государственный человек, как военный. Почему я на этом настаиваю? Потому что к милиционеру и к военному в случае чего человек сразу обратится. Так и здесь идет человек, у него знак отличия какой-то, что он госслужащий. Он человек на службе государства. И если у него есть вопрос, так он и в обыденной жизни, в автобусе, на улице где-то, в пешеходном переходе еще. Он обратится к нему, пожалуется, попросит помощи, поддержки. Ну, просто что-то скажет. Ну, и это тест для госслужащего. Я же рассказываю, как оно было после распада Советского Союза. А военным было еще сложнее. Их же камнями забрасывали в Беларуси. И я всегда первые годы своей работы отмечал, что мы сделали военных военно. Мы дали им возможность с орденами и погонами ходить по улице. Поэтому, если ты государственный служащий, ты должен внешне выделяться в обществе, для того, чтобы к тебе могли обратиться люди за помощью, советом, поддержкой, ну и просто с тобой поговорить. Меньше будут бегать в приемные и меньше будут писать писем. Ну и второй, как я уже сказал, это тест любого государственного служащия. Он должен гордиться тем, что он государственный служащий. В противном случае не надо ему быть государственным служащим. Вроде бы мелочь, а приятно знать госслужащих в лицо. Престиж службы и надо повышать. Высокий статус предполагает высокую ответственность. Все понятно. Но предполагает ли это высокую зарплату? Вот в чем вопрос. Здесь не должно быть какого-то перехлёста. Если я госслужащий, значит, я растопырил пальцы, как некоторые у нас. Он просто должен быть скромным, порядочным человеком и в плане материального обеспечения. Госслужащий – это не значит, что там 10 раз зарплата выше, еще там чего-то и так далее. Но должно быть достойно все. Это всех нас касается. Чтобы не было вот этого контраста. Чтобы не было, как в советские времена. Вы помните про Горбачёву. Секретарям райкома, обкома и прочую зарплату подняли в два раза. Помнишь, это было. И сразу вызвали агрессию у народа. Потому что народ жил непросто. То есть вот тут привязанность должна быть к народу. Но, конечно, они нищими не должны быть. Тогда меньше может быть и коррупции будет. Хотя я не сторонник того, что если большую зарплату дать кому-то, Петрову Иванову госслужащих, на что он взятки уже напряжь перестанет брать. Всегда денег мало. Но уже будет думать. Возьму взятку, не только выгонят, посадят. А тут все-таки нормальная зарплата и служба и так далее. Поэтому эти вопросы надо четко определить и обозначить. Авторы законопроекта намерены выработать систему, в которой зарплата будет зависеть от нескольких факторов. Уровня госоргана, полномочий, квалификации и стажа. То есть в целом подход по принципу кнута за несоблюдение требований и пряника за эффективность. Это классика. Хотя сами разработчики уверяют, закон этот куда больше про обязанности, чем про права. Не надо полагать, что суть закона сводится к тому, что он будет давать какие-то преференции или льготы. Наверное, в большей степени повышается, повторюсь, несколько требовательность государственному службе. Требование сводится к повышению спроса, к повышению требований к конкретным людям, которые будут работать на государственной службе. По примеру, военные службы. И вводится новый принцип – это оценка эффективности деятельности государственного служащего. К слову, одно из требований станет очевидным прямо по ходу совещания. Судя по всему, госслужащим не всегда хватает скорости реагирования. Если мы договорились, допустим, перерегистрировать все эти бандитские структуры НПО и прочее некоммерческие, больше месяца прошло, я не вижу реакции со стороны администрации, президента и присутствующих. Вы что, ждёте новые волны? Сейчас госслужащие работают по закону образца 2003 года. И с тех пор столько воды утекло. Обновлённый, пока законопроект, депутаты уже рассмотрели в первом чтении. Президент решил с разработчиками обсудить замечания, но суть и дух, который Александр Лукашенко просил передать в документе, остаются неизменными. Права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным, а может быть где-то даже и выше. Всё обсуждаемо, в том числе и в экспертной среде. Работа над обновлением закона продолжит. А если в целом, то государство ведь вправе рассчитывать на тех, кого призывает на службу. Тем более, что как раз она добровольная, непринудительная. Анна Пыш, Сергей Янковский, Наши новости, ОНТ.